Сделать землю более чистой и небо более ясным. Ученица Чебоксарского лицея номер 44 Анастасия Стеньшина выиграла грант Федерального агентства по делам молодежи. Она покорила жюри своим уникальным проектом по переработке пластиковых бутылок с участием живых организмов. С гением в вопросах экологии и биологии встретился Рифат Фаткулин. В своей школе десятиклассница Настя Стеньшина теперь знаменитость. Ее проект высоко оценили на федеральном уровне. Юная исследовательница создала модель аппарата по переработке пластиковых бутылок с помощью бактерий с необычным названием Идионелла сокаинсис. Правда, только в графике. Оказывается, эти голодные микроорганизмы способны поедать, фактически перерабатывая один из самых трудно разлагаемых и опасных для природы отходов. Пластик. Все, что остается от него – простые химические элементы. На данный момент происходит выброс спецпродуктов, а данное устройство помогает не только решить эту проблему, но и способствует достижению ЦЛ-12 устойчивого развития. Это ответственное потребление и производство. Бактерии, они находятся в различных почвах. На данный момент происходит процесс анализа почв и выделения из них бактерий. После их размножения, на данный момент, они в термостатах. Данный грант 100 тысяч мы собираемся направить на сборку самого аппарата и на выделение бактерий. Такого аппарата нет еще ни в одном регионе России. Чтобы запустить агрегат, потребуется не меньше года. К победе в столь масштабном конкурсе ученица шла долго, рассказывает научный руководитель Насти Оксана Яковлева. Настя давно уже занимается биологией, как раз с седьмого класса посещает дополнительные наши все занятия. Ежегодно работает над экологическими проектами, то есть у нее уже опыт был по написанию проектов, но вот эта идея ей пришла в этом году. То есть, можно сказать, она изобрела велосипед. Таких у нас экологических проектов мало. Запустить мини-производство и продолжить исследование процессов. Задача на ближайшую перспективу. А вот глобальная цель без малого спасти мир. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова